Всем привет! Сегодня я опять снимаю видео и хочу сегодня поделиться с вами недавними покупками. Ну как недавними? Наверное в прошлом месяце, еще в прошлом году я делала эти покупки и пока тестировала их, пока пробовала и присматривалась к ним. За это время у меня уже сложилось свое мнение и сегодня с вами поделюсь им. В покупке у меня от The Body Shop и я честно как-то подсела на эту фирму. Я конечно не гребу там все подряд и с ума конечно от этой фирмы не схожу, но есть какие-то вещи, которые мне там нравятся. Допустим тот же спонж ихний, ну и несколько других средств, которые я вам сегодня покажу. Давайте покажу наверное сразу первое разочарование свое. Это крем для рук от The Body Shop, который идет с коноплей. И многие его хвалят, особенно его хвалила Катрина Берри. Я ничего не хочу сказать, что она там врала, либо еще что-то. Просто у каждого свои какие-то вкусы, у каждого свои взгляды на то, как должна работать косметика. Почему я его приобрела? Потому что Катрина Берри его очень хвалила. И я по большей части иногда прислушиваюсь к ее мнению, потому что у нас как-то вкусы немножко схожи, но вот не во всем оказалось. Я в принципе никого ни в чем не обвиняю. Я его приобрела по своему желанию, могла не приобретать. Крем, во-первых, дорогой, потому что стоит он 400 рублей, по-моему, за 30 миллилитров. Я считаю, это вообще грабеж, но была просто в ужасе, когда я его попробовала. Во-первых, мне не нравится вот такая жестяная упаковка. Что в кремах для лица от Олеси Мустаевой, что вот этот крем. Я как-то эту упаковку не взлюбила еще с тех давних времен, когда вот, знаете, раньше у мам, у бабушек наших, либо тоже детский крем продавали, вот раньше еще в СССР продавали вот в таких жестяных тюбиках. И зубные пасты такие были. Я с тех времен не люблю эти упаковки. Во-первых, их закручивать постоянно нужно. Во-вторых, они вот мнутся где-то, вот эти вмятины. Он силиконовый, мне кажется, здесь сплошные силиконы. Я даже состав не хочу читать, потому что и так все понятно. Нанеся его на руки, я просто, я говорю, была в шоке. Я растираю эти силиконы и понимаю, что они при этом быстро впитываются, но ничего не делают. Глазный запах, ужаснейший просто. Те, кто любят этот крем, предупреждали, что запах на любителя. Я все понимаю, как бы запах на любителя. Я обычно вообще не привередлива к запахам. Мне как бы по барабану главное, чтобы средство работало. Ну, если, конечно, это не прям такой ядреный запах, и он бьет в нос, и мне от него плохо становится. Тогда, конечно, да, я такие запахи не приветствую. Ну, брать вам, но я лично такой крем больше не возьму. И вообще из фирмы The Body Shop я крема для рук брать больше не буду, потому что они очень дорогие, и они супер силиконовые. Они делают, честно, ничего сверхъестественного, что может сделать обычный даже крем от Avon. Еще одна баночка, которую я вам хочу показать, это масло от The Body Shop для лица. Тоже, по-моему, из серии E-Vitamins. Это ночное питательное масло для лица. Честно сказать, это сейчас на данный момент мой фаворит. Скажу почему. Потому что, когда я его первый раз попробовала, именно первый раз, еще и на ночь, я утром проснулась просто с бархатистой кожей. Обычно просто, когда я наношу какие-то масла, какие-то не слишком жирные, как вот это, оно такое тоже суховатое, немножко идет, похоже на все вот эти масла, которые от Clorans, от L'Oreal, вот это вот масло, экстраординарное или как оно там, я уже не помню. В общем, оно похоже на эти все масла. Но когда я наносила те масла, то получается, что я просыпалась, на утро у меня кожа, ну, немножко подсушенная была. Тем более, что я их использовала не в особо такой зимний период, я скажу, было достаточно еще тепло. Масло вообще такое практически, как водичка, и очень легкое. И честно, оно не оставляет вот эту жирную пленку, хотя, может быть, и оставляет немножко, но меня это ни в сколечке не напрягает. Честно, мне это наоборот даже нравится. Я тогда вижу, что кожа у меня увлажненная, она такая сияющая, холеная. Это масло меня очень даже поразило и удивило. Во-первых, кожа была мягкая, с высыханием я никакого не ощутила. Наоборот, мне кожа моя понравилась. У меня, кстати, быстро стали проходить прыщи, высыпания. Можете посмотреть, ничего нигде не выделяется. Обычно у меня там видно какие-то пятнышки и бугорки, которые даже замазать невозможно. Я не знаю, это масло помогло или, может быть, еще что-то. Я питаюсь сейчас так же, как и питалась до этого. Бывает какую-то гадость съем, а это очень часто бывает. В общем, я не знаю, честно, оно помогло мне или не оно, но масло очень хорошее. Я им пользуюсь сейчас в зимний период, когда у меня шелушение и когда мороз на улице. Я им пользуюсь даже под макияж. И это вообще обалденная вещь. Честно, я, если увижу его еще, когда он у меня закончится, я хочу его еще приобрести. Ну, наверное, с передышкой какой-то, чтобы кожа не привыкала, потому что я в восторге. Я советую всем попробовать вот это масло, особенно тем, у которых сухая кожа, и особенно тем, которые любят масляные текстуры. Хочу показать вам еще крем для век, который я приобрела. У меня от этой линейки есть средство для умывания. Решила приобрести крем для век, потому что умывалка, она тоже такая вроде бы как бы силиконистая, но она как-то хорошо смягчает кожу лица. И мне это очень нравится, особенно вот сейчас зимой. И я решила попробовать крем для век из этой серии. Здесь 15 мл. Этот крем такой интересный. Он, когда наносите его только на пальчик, он крем. А когда распределяете по глазам, он по текстуре напоминает гель больше. Ну, гель-крем, наверное. И он такой вроде бы и легкий, но в то же время он неплохо увлажняет. Он даже, мне кажется, питает кожу. Мне кажется, этот крем подойдет как на утро, так и на вечер. Я еще, конечно, его тестирую. И в пустых баночках, конечно, скажу уже окончательное свое мнение. Но посоветовать его как раз для тех девчонок, у кого действительно такая вот сухая-сухая кожа век. Эта зона хоть и у всех якобы сухая, да, и тонкая, но есть те категории девчонок, у которых больше пересыхает, есть те, у которых меньше пересыхает. Поэтому смотрите сами. Но я могу посоветовать этот крем. Мне он очень понравился. И последнее, что я вам покажу, это средство из декоративной косметики. Это хайлайтер. И вообще, честно, я не знаю, хайлайтер это вообще или нет. Мне кажется, это больше похоже на сияющую базу какую-то. К примеру, есть у Лореаль, по-моему. Не помню, как она называется. Я ее все хотела, порывалась приобрести, но потом подумала, нафиг она мне нужна. Я пришла в The Body Shop, просто спросила, у них есть, у них жидкие хайлайтеры. И вот мне посоветовали вот эту вещь. Я ее сразу же взяла, потому что она стоила тоже что-то там в районе 600 рублей. 25 миллилитров хватит его мне на всю жизнь, наверное. Его можно наносить как на все лицо, придать сияние лицу. Этот хайлайтер можно наносить на определенные зоны. Сейчас не он на мне. Его можно увидеть в другом видео на мне. Я, может быть, оставлю внизу ссылку, либо где-нибудь здесь покажу. В общем, честно, я советую это средство. Оно очень легкое. Оно незаметно на коже. Если его растушевать так, как нужно, так, как положено. Потому что бывает, когда я спешу, я беру просто на пальчик наношу и распределяю вот такими вот растягивающими движениями. И бывает, остаются такие растирающие вот эти вот мазки. И этого не видно при комнатном освещении, а при уличном это очень заметно. И я, когда смотрю в зеркало, я потом думаю, блин! И вот все время я ходила вот так. Тот, кто любит и уважает и обожает даже жидкие хайлайтеры, им со всей душой советую. Мне нравится. Я просто в восторге. Я пользуюсь им уже больше месяца, наверное. И у меня вот просто он не уменьшился вообще ни на грамм, мне кажется. Ну и еще мне давали вот такой пробник как раз из вот такой вот серии витамин С. Масло, которое я хотела приобрести, которое очень дорогое. И не заслуживает, мне кажется, такого внимания. Мне дали вот такой вот пробник крема. Это был обычный, по-моему, увлажняющий крем. Я его, в общем, нанесла днем под макияж. И, честно скажу, как-то меня особо не впечатлило. Опять же, силиконы. Хотя он первоначально такой легкий. Кажется, очень пахнет чем-то цитрусовым таким. Очень такой вот прям ядреный запах, но очень приятный. Честно сказать, ну так же вот не впечатляет меня, как и вот этот вот крем абсолютно. Если от масла вот этого вот я просто пищу, я в восторге, я его прям вот всей душой берегу, то вот этот крем меня абсолютно не впечатлил. Ничего вообще не оставил в моей памяти и душе. Ну, я не могу советовать, честно. Может быть, кому-то нравится. Если вы хотите новую какую-то линейку приобрести и попробовать, то, в принципе, можно. Он ничего плохого не сделал на моей коже. Мне его хватило на пару раз. По два раза, конечно, я думаю, особо там ничего не поймешь. Но если вы хотите что-то новое попробовать, то, в принципе, я думаю, можно попробовать. Ну, вот и все покупки от The Body Shop, которые я совершала за последнее время. И, как вы видели, что-то мне понравилось, что-то мне не очень подошло. Это сугубо личное мнение. Напишите, кстати, что-то вам нравится вообще из The Body Shop. Надеюсь, вам мои отзывы также понадобились и как-то помогли что-то выбрать для себя. Может быть, мой отзыв, наоборот, заставил вас передумать. Вот. Я надеюсь, я в любом случае вам хоть чем-то помогла. Ну, а мы увидимся в следующих видео. Спасибо вам за внимание. Всех целую, обнимаю. И до новых встреч. Пока-пока.